400 омских дальнобойщиков вышли на пикет. Они, как и водители большегрузов по всей стране, протестуют против платного проезда. 1 рубль 53 копейки за каждый километр пути. Напомню, система начала работать с 15 ноября. В разных городах недовольные перекрывают дороги или создают огромные пробки. Так в Челябинске бастующие ходили по нерегулируемому переходу, не давая никому проехать. Как привлекают внимание в Омске, продолжит Светлана Урванцева. У омских дальнобойщиков простой – нет денег на проезд. Рубль 53 копейки за километр кажется немного. Но в пересчете на расстояние, которое преодолевает большегрузы, деньги становятся уже немалыми. Виталию Навродскому, который работает уже больше 20 лет, выходить в рейсы вовсе стало невыгодно. Он возит продукты и повседневные товары. Однако за время пути в цене они могут так подрасти, что станут ненужными. Стало невыгодно ходить далеко. Раньше я ездил постоянно в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск. Сейчас я езжу только на Екатеринбург, Новосибирск, вот в это расстояние. Те же самые, в принципе, как бы деньги, которые и так еле как с концами сводишь. Ставки не растут. Ставки на грузоперевозке остались еще восьмилетней давности. А налоги уже поднялись по пять раз. Система дополнительных сборов на федеральных трассах называется «Платон». Водители должны возмещать ущерб, который тяжелая техника наносит полотну. Еще неизвестно, кто кому должен, говорят участники акции. Пытаясь проехать по плохим дорогам, они разбивают свои машины. Дороги построили он, я, дед, прадед. А дядя приехал, поставил спутник и говорит, плати деньги. С чего? Новосибирск и обратно где-то будет выходить в пределах трех тысяч расходов. То есть, по данным, рубль 53. Три тысячи я лучше ребенку отдам своему, внучке. Понимаете? Вот. Если есть за что платить, я согласен платить. А если не за что платить, понимаете? Платить дополнительно около трех тысяч за поездку в Новосибирск и обратно водители будут при тарифе рубль 53 копейки за километр. Но еще недавно в Госдуме предлагали другую цифру – 3 рубля 73 копейки. При этом дальнобойщиков никто не освобождает от транспортного налога. Не отменили для них и топливные акцизы, хотя обещания были. Азамат Бигбергенов перевозит стройматериалы уже 12 лет. И сейчас работа его не кормит, а наоборот – увеличивает долги. Как правило, мы возим в долг. То есть, по истечении какого-то периода времени, по предъявлению документов, нас грузоотправитель рассчитывает. То есть, приходится еще дополнительная нагрузка. То есть, помимо того, что надо купить солярку, заправиться, покушать, еще надо будет это заплатить. То есть, это предоплатная система формы. То есть, это даже нереально. Порой бы ходит, чтобы нам уехать в рейс, надо занимать деньги. Кормить надо семью. У меня четверо детей. Я один и работаю. Для меня это существенно, допустим. Эти деньги будут существенны. Участники пикета на театральной площади подготовили резолюцию. В ней они просят отменить сборы, чтобы поездки для водителей грузового транспорта вновь стали бесплатными. Светлана Урванцева, Андрей Кузьмин, Антенна-7.